Музыка Мне 18 лет, и я сейчас войду в Московский театр юного зрителя. Чтобы прочесть первую пьесу, которую я написал. Актеры уже собираются. События, о которых рассказывала пьеса, они произошли в действительности. И я, будучи студентом Историко-Архивного института, совсем недавно наткнулся на документы, рассказывавшие об этих событиях, и был этим очень горд. Ну, в последней четверти 18 века это все и случилось. По Европе двигалось посольство графа Андрея Кирилловича Разумовского. Ну, семья Разумовских – это зеркало 18 века, когда люди засыпали в лачугах и просыпались во дворцах. Его дядя, знаменитый Алексей Разумовский, бывший певчий, как говорили тогда, попал в случай. Стал фаворитом императрицы Елизаветы. И двор нежно, но не без юмора, звал его ночным императором. И выписал он и своего младшего брата в Петербург. Когда затем приехали, то полуграмотный его брат Кирилл залез на дерево. И его с трудом оттуда сняли и доставили в Петербург. Но там научили его грамоте. И потом императрица Елизавета и сделала его президентом Академии наук. Вот его сын Андрей, он уже воспитывался не как сын крестьянина, а как сын вельможи. Прославился буйствами, всевозможными развлечениями. И вступившая на престол императрица Екатерина с большой опаской смотрела на огромное влияние графа Андрея на наследника престола Павла. И когда жена Павла умерла, Екатерина поспешила показать Павлу письма, из которых он понял, что его ближайший друг и покойная жена находились в весьма тесных отношениях. После чего графа Андрея поспешили убрать из Петербурга, назначили его послом в Неаполь. Ну, всегда это было посол вон. В Неаполе наш Казанова соблазнил на этот раз неаполитанскую королеву-каролину, родную сестру Марии Антуанетты. И после скандала с бурбонами отправили его побыстрее в другие страны. И вот сейчас граф Андрей отправлялся послом в Вену. И вот из этого посольства в Вену и ушел. Ну, а точнее сказать, видимо, сбежал или был отпущен. Это осталось как бы тайной. Видимо, крепостной графа Разумовского, скрипач, крепостной Герасим Лебедев. Вот он и стал героем моей пьесы. Он блестяще концертировал по всей Европе. У короля музыкантов Гайдена есть запись о встрече с Герасимом Лебедевым. Ну, и скопив деньги, что делает русский человек, отправляется в Индию. Мечта моя Индия. Так и называлась пьеса. Обычно в Индии люди составляли состояние и возвращались в Европу богатыми. Но наш герой, он умудрился уехать из Индии абсолютно разоренным. Но зато, зато он вошел в историю индийской культуры. Он в городе Калькутти основал первый постоянный индийский театр. Здесь на языке хинди выступали вот эти все бродячие танцоры, там была народная пантомима, вот вся эта мишура нарядов. Театр имел оглушительный успех. И тогда конкуренты, английский театр Устынской компании, заволновались. Заволновались они очень понятным для нас способом. Сначала они попытались сжечь театр Герасима Лебедева. Потом попытались его убить. И после того, как все было безуспешно, они включили экономическую, как бы сказали сейчас, интригу. Однажды он шел по улице и увидел, как избивали человека. Ну, это XVIII век, вынута шпага, человек освобожден. Оказался декоратор. Ну, нужен был ему декоратор, и скоро полюбил он его. И настолько, что простодушный сделал его компаньоном своим. Вот тут ловушка-то и захлопнулась. Появилось долговое обязательство театра Устынской компании, вот этого компаньона. Согласно этому обязательству, театр Лебедева и должен был пойти с молотка. После чего состоялось судебное заседание, нам, вступившим недавно в рыночные отношения, очень понятное. Герасим Лебедев все время апеллировал Господу и к справедливости, а ему показывали долговые обязательства. После чего театр был продан, и он покинул Индию. Вот об этом Дон Кихоте я и решил написать. Ну, есть такая формула. В 18 лет только я, в 25 я и Моцарт, а в 30 уже только Моцарт. Тогда мне было 18 лет, и поэтому я решил немножко не спровергнуть общий тон. Общий прогрессивный тон в искусстве тогда был итальянский неореализм. То есть быт, такая простота. Я решил написать эту пьесу в лучших традициях 19 века. Там были шпаги, интрига, главное, огромные монологи. Монологи были все написаны белыми стихами. Но для этого литературного эксперимента я и выбрал невинный театр юного зрителя по той причине, что он находился прямо напротив моего дома. Вот туда я и пришел и прочел пьесу. Успех был поразительный. Ну, я думаю, что артисты всех театров юного зрителя больше всего не любят играть пьесы для юных зрителей. И поэтому, когда они поняли, что вместо грибов в третьем составе всех этих сестриц Иванушек и братьев Аленушек и всех этих малышей и плохишей им здесь придется играть в трасти, любовь, шпагу, понравилось. Я до сих пор помню, как один из артистов, его имя Ролан Быков, да, он тогда был актером Московского театра юного зрителя, сказал, теперь, вне сомнений, путь нашего театра лежит через далекую Индию. Ну, после чего счастливый я вернулся домой, потому что не знал. Дело в том, что, когда пьеса молодого драматурга принята в театре, это совсем не значит, что театр будет ее ставить. Более того, это значит, что театр ставить ее никогда не собирается. И поэтому, не понимая этого, я звонил несчастной заведующей литературной части и говорил, когда же, когда начнутся репетиции этой триумфально принятой пьесы. Она была образна. Она сказала, что пьеса – это как ребенок, которого посадили на горшок. Умейте подождать. Второй раз она была тоже образна и сказала, что пьеса – это как тесто. Для того, чтобы получился пирог, оно должно взойти, нужно время. И все было бы хорошо в моей жизни, и никогда бы я не поступил, и не вступил в этот безумный мир театра, если бы Никите Сергеевичу Хрущеву не взбрело в голову отправиться в Индию. Тотчас, ну тогда это было политическое событие, все газеты покрылись статьями о нашей вечной дружбе и какими-то индийскими заклинаниями типа «Хинди-руси бхай-бхай», что означало, видимо, что-то очень дружелюбное. И власти, заведовавшей культурой, поняли, что у них было сокровище. В недрах театра юного зрителя находилась пьеса об истоках нашей огромной дружбы с Индией. И репетиции начались немедленно, немедленно. Более того, из Индии был вызван индийский режиссер, который должен как бы символизировать нашу дружбу тоже. Он показывал бедным актерам театра юного зрителя индийскую пантомиму, которая была в театре Герасима Лебедева. Он выходил на сцену такой с оливковым лицом, красавец, и показывал пантомиму, я ее помню, лев, который охотится за антилопой. Он изгибался, он готовился к этому последнему прыжку, прыжок и агонии антилопы. После чего на сцену приглашались артисты театра юного зрителя повторить, но не будем о грустном. Пьеса вышла. И вот тут это была моя вторая ошибка. Дело в том, что взрослые, замечательные зрители, они умеют скучать. Обремененные заботами, они знают, о чем думать во время скучного спектакля. Но вот дети, вот они, они не могут скучать. Они сразу прозвали героя с его длинными монологами о звездах-астрономах. И главное, они все время совещались по поводу нерешенных задач, о каких-то очень важных вещей. Катастрофа наступала перед последней картиной. Они думали, что наконец-то они свободны и бросались в гардероб, где их у дверей все равно встречала опытная педагогическая часть и отправляла их обратно. Ну, потом, когда пытка заканчивалась, они очень хлопали. И счастливый я, радость я принес мемца в первый раз познавший, выходил, путаясь в занавесе, и сделал я это 12 раз. Вот этого несчастливого 13-го не было. Пьесу сняли. Но в театр можно прийти, а вот как из него уйти? Как уйти из этого мира, так похожего на галантный 18-й век, где всем дамам, ну, немножко за 20, а всем мужчинам, ну, едва минуло 30. Как уйти оттуда, где словечко гениальное, самое употребительное, и вы гений, драматург. Правда, до тех пор, пока вы не ушли из театра, и не пришел новый драматург. О страсти, о любовь, о интриге. Правда, если вы услышите от актера А, что актер Б, мерзавец, негодяй и убийца, не надо удивляться, если на следующий день вы увидите актера А, нежно беседующим с актером Б. Там страсти, бенгальский огонь. Я хотел обратно в этот мир. И я написал новую пьесу. Я не собирался опуститься до обыденности. Я хотел написать пьесу о чрезвычайных людях, о настоящих героях. Тогда ими были физики. Это была как бы особая цивилизация физиков. Как писал поэт, что-то физики в почете, что-то лирики в загоне. Так что даже не обидно, а скорее интересно. В джентльменский набор физиков ходило, ну что? Ну, конечно, быть одержимым. Одержимым наукой. Второе, наверное, быть остроумным. Было выпущено даже две книги под названием «Физики шутят». Вторая «Физики продолжают шутить». Обе были очень остроумны, но для физиков больше. Наконец, спортсмены. Физики все были спортсменами. Академик М был чемпион по альпинизму СССР. И, ну, не надо говорить, что при этом они все были истинные дон-жуаны. Все тот же Академик М был возлюбленной самой красивой женщиной Москвы, манекенщицы Зе. Ну, не будем сплетничать о дамах былых времен. Короче, я написал пьесу, где героем был студент-физик. Так как ближе всего ко мне из взрослых театров, а в детстве я более не решался, находился театр Ленинского комсомола, то, к их несчастью, я им это и принес, и, к моему удивлению, они это приняли. На сцене репетировали будущие все звезды Яковлева, Ширвинд, естественно, Державин, Лорионов. Замечательный был состав. А Ширвинд. У него была очень маленькая роль, но как я ждал его выхода, потому что наконец-то в зале смеялись. Вот он обладал какой-то странной магией. Он выходил, смотрел, как удав на кролика, на публику, и она тут же, при его молчании, начинала послушно смеяться. Мне рассказывали, что в театральном училище, он был юный тогда красавец, он играл Армана в «Даме с камелиями». Ну, дама с камелиями, естественно, много кашляла, показывая ту смертельную болезнь, которая должна была свести ее в могилу. Вышел Ширвинд, посмотрел на нее томно и сказал, ну что, все кашляешь, да? Не было продолжения спектакля. Ну, короче, репетиции закончились, спектакль вышел, и, наконец-то, это был настоящий успех. Пьеса называлась «Вам 22 старики». Стариками это было обращение молодых людей друг к другу. Нет, нет, это не была пьеса о молодых духом пенсионерах. Все там было написано сленгом. И зал молодой радостно на это откликался. После чего через некоторое время меня вызвали на идеологическую комиссию. Ну, так как до этого меня могли вызвать только, пожалуй, в деканат Историко-архивного института, я не понимал значения этой идеологической комиссии, этого вызова, а она должна была заниматься чистотой нашей идеологии. Я пришел туда, со мной пришел директор театра, мы сидели вместе, вышла очень эффектная женщина, это была легендарный министр культуры Екатерина Фурцева по прозвищу Екатерина Великая. Она начала доклад. Ну, в начале доклад был, ну, какой-то доклад, ну, как всегда, там, классики марксизма, что сказали, потом Владимир Ильич, что сказал, потом Никита Сергеевич, что сказал, все спали. И я находился в этом счастливом состоянии, когда я услышал какую-то фразу, которая меня немножко озадачила. Она сказала, что в отличие от Запада, который муссирует вредную тему различия отцов и детей, у нас этой проблемы нет. Я очень насторожился, потому что считал, что этой проблемы, разницы между отцами и детьми, нет только на кладбище. Но следующая фраза заставила меня окончательно проснуться. Оказалось, проблема отцов и детей муссировалась во вредной пьесе Родзинского «Вам 22 старики». Эта фраза меня очень возбудила, потому что в этой пьесе было все. Не было отцов, там были обидения, поэтому как могла возникнуть там эта тема, я не знал. Но директор театра сказал, это для примера, сиди тихо, я сидел. На третье упоминание моего имени все стали оборачиваться. Передо мной сидел такой, он был седовласый драматург по фамилии им Дивань. Весь он был в сединах, очень похож на литератора. И когда они все очередной раз обернулись, ища этого зловредного автора, я пальчиком и показал на драматургом Диване. С этой минуты они на него злобно оборачивались, а он, думая, что с ним здоровается, все время раскланивался. Ну, по окончании комиссии директор театра, он был настоящий директор театра, поэтому он мне сказал, что, ты понимаешь, ты плюй на это, оправдаться, как говорил классик, это можно, да не спросит, вот беда. Все с твоей пьесой будет хорошо, сказал он, уже точно зная, что он ее снимет. Кроме того, как и положено настоящему директору, у него была одна черта, он не мог платить денег молодому автору, а деньги мне были очень нужны, я был обременен семьей уже, и поэтому я начал его ждать. Обычно он после репетиции спускался по этой роскошной лестнице театра Ленинского комсомола в свой кабинет. Я стоял у подножья, он шел по лестнице, видел меня, подходил ко мне и говорил «Здорово, Островский!» и проходил мимо. На следующий день я вновь стоял у лестницы и в этот раз был Чехов с криком «Здорово, Чехов!» он прошел мимо. Тогда я вышел на середину лестницы, чтобы сказать ему о своем требовании. Он бежал по лестнице, остановился, сказал «Грибоедов, нехорошо» и прошествовал в кабинет. Последний раз я был, по-моему, суховокобылен, но денег не было. Денег он мне не заплатил. А пьесу снял. Я написал новую пьесу, новую, потому что тот, кто начал писать, это прекратить не может. Как говорил мне один несчастный редактор, он говорил «Я по Москве хожу, стараюсь не заглядывать на освещенные окна, там сидит человек и пишет пьесу». Вот я написал пьесу. Еще одну, называлась она «104 страницы про любовь». Ну, я уже был опытный драматург и знал, что первое, что делает театр, он вашу пьесу сокращает. Я попытался с этим бороться, и так как в пьесе было 104 страницы, я так и немудрствую написал 104 страницы про любовь, причем в слове «любовь» был некоторый вызов, потому что в те, ой, уже далекие, но памятные времена были важные темы, это производство и так далее, нужные государству, и темы, которые назывались мелкими или сокращенно мелкотемьем, это были темы про жизнь и про любовь. Вот так называлась пьеса, 104 страницы про любовь. В театр пришел в этот момент и Фроз совершенно сразу стал другой театр. Он замечательно прочел пьесу, он обладал, вот если пьеса это пьеса, а не что-нибудь другое, то в ней обязательно есть такая скрытая тайная мелодия. и самое важное то, что объединяет автора с режиссером, когда он читает эту мелодию, вот он это умел. Ну и судьба у пьесы была удивительная, ее взял Большой Драматический Театр в Ленинграде. Большой Драматический Театр это, наверное, был, ну с чем его сравнить? Ну, с Московским Художественным Театром периода расцвета. список актеров этого театра тогда Смоктуновский Доронина, Луспекаев Юрский, Лебедев Полицей Мака, Басилашвили Олег Борисов. Я буду перечислять бесконечно. Это был храм. И я поехал на репетиции собственной пьесы в Ленинград в Большой Драматический Театр. Ну, сначала меня очаровывали его спектакли. Спектакли действительно были потрясающие. Варвары. Луспекаев, невероятной какой-то красоты. Рядом Доронина в Рыжом по реке. Она была не такая была мизансцена, она была распята как бы на фоне стены. Это такая языческая Венера, которую распинают обыденностью варвары. Ну, и потом, конечно, горе от ума. Там было все шок. Во-первых, на занавесе висел эпиграф, сразу вызывающий шум в зале. Там было написано следующее. «Догадал же меня черт с душой и талантом родиться в России». И подпись А.С. Пушкин. Этого совсем не ждали от нашего все. И поэтому реакция была сразу невероятная. Ну, а потом был спектакль «Любви, надежды, тихой славы недолго тешил нас обман». Это наше любимое стихотворение. Тогда уже Хрущевская оттепель закончилась, все было ясно. И поэтому так трагично было это столкновение Юрского с Молчалином. Юрский был такой Чацкий из НИИ. А Молчалин это был, я впервые это видел, это был умный Молчалин. Это был такой Бонапарт. Он все время держал ручку за сюртучком. И когда Чацкий там говорил все эти монологи «Служить бы рад, прислуживаться тошно», надо было видеть, с каким сарказмом смотрел на него Молчалин. Он-то знал, чтобы служить надо прислуживаться. И это единственное, что возможно в стране, где горе уму. Это единственное, что возможно, чтобы не закричать, догадал же меня черт с умом и талантом родиться в России. и Доронина, какая была совершенно неожиданная. Это была другая Софья повелительная. Первый раз понял конфликт, почему она не любит Чацкого и любит Молчалина. Эта женщина должна была обладать всем, а Чацкий, который занят борениями политическими, там можно было обладать целиком. Вот, Молчалин, муж-мальчик, муж-слуга, ей это было так важно. И кроме того, в ней был тоже вызов. Любить Молчалина это вызов. И на следующий день я пришел на репетиции собственной пьесы. Никого из актеров я просто не узнал. На сцене стояла Доронина, там был Басилашвили, вышел Рецептор, Волков, и все они безумно скучали. Между мной и ими бегал молодой режиссер, который пытался объяснить им, что они играют очень современную, очень новую пьесу. Они новой пьесой играть явно не хотели, они хотели играть старые варвары и горе от ума. В разгар объяснений с каким-то страшным грохотом начинал опускаться какой-то треугольник. Мне объяснили, что это есть крыло самолета. Пьеса была, ее героиня была стюардесс. После чего режиссер бежал туда упрашивать, чтобы крыло не гремело, оно продолжало греметь, они продолжали скучать, текст звучал постыдно. Я так хотел уехать тогда обратно, но как из Большого Драматического театра не уезжают, нет. Пытку я должен был терпеть до конца. И приблизительно, по-моему, это был предпоследний день, я уже ждал освобождения, когда сзади я услышал дыхание. Человек дышал так, как будто он хотел захватить весь воздух, который был в театре. когда я обернулся, то в свете лампочки на столе у режиссера я увидел только огромный нос. Нос дышал, но когда я обернулся назад и посмотрел на сцену, я никого не узнал. Там были другие артисты, у них горели глаза, это было как солдаты, заслышавшие звук трубы, потому что человек, который дышал, его называли Гога, и только тогда безумец мог спросить, кто это такой Гога, потому что весь Ленинград тогда знал, что Гога это Георгий Александрович Товстоногов, главный режиссер первого театра страны Большого драматического театра, и мгновение он уже был на сцене, он им что-то шептал, текст созвучал, но самое поразительное, моментально исчез грохот, этот угольник стал неслышно двигаться, я понял, вот тогда о нем говорили эту знаменитую фразу «нет Бога, кроме Гога», он действительно как некое божество, он был способен вдохнуть дух в этих актеров, я стал сразу понимать содержание, это была какая-то очень печальная история, и в отличие от блестящей игравшей Москве Яковлевой, она играла такую девочку с улицы, которую можно увидеть каждый день, потрясающе она ее играла, Доронина играла совсем другое, она играла печальную женщину, у которой губы пересыхают от жажды любить, она играла с самого начала будущую смерть, потому что это знаменитые строчки английского поэта, мы все убиваем тех, кого любим, кто трус поцелуем, кто смелый ножом, но так или иначе мы все убиваем тех, кого любим. И крыло, оно было уже понятно, это была гильотина, которая над ними нависла, это была неизбежность трагедии. Счастливый я вернулся в Москву, по городу уже были развешаны афиши, 104 страницы про любовь, я был неизбалован афишами, я радовался и смотрел, где они повешены, и ночью раздался звонок в моей квартире. Я поднял трубку и знакомый голос дамы, которая работала в министерстве, я ее хорошо знал, сказала мне, ну как, ты счастлив? Я сказал, да, да, она сказала, не надо, не надо захлебываться от счастья, потому что я хочу тебе сообщить очень интересную новость. дело в том, что пьесу, ну, которой ты так гордишься, ее снимают, как сказал я, да, ты понимаешь, ты немножко забыл, дело в том, что Екатерина Алексеевна Фурцева очень нравственная женщина, это бывает с теми, у кого была бурная молодость в зрелые годы, и как положено очень нравственной женщине, ее, знаешь, немножко, так скажем, потревожил сюжет твоей пьесы, немного аморальный. Ты, наверное, согласишься, что история о девушке, которая знакомится с первым встречным, приходит к нему домой, после чего они оказываются в постели, совсем ее не вдохновила. И поэтому завтра, надо тебе сказать, соберется специальное заседание, расширенный совет Министерства культуры СССР. Я как раз сейчас заканчиваю постановление писать этого совета. В постановлении этом пьесу твою запретили. Я сказал, а что же мне делать-то? А она сказала, что тебе делать? Умри, застрелись, я уж не знаю, повесила трубку. Я, естественно, не поверил сначала, я позвонил в Ленинград. Подошла с заведующей литературной частью Большого Драматического Театра. Я спросил ее, ну, как там репетиция? Она сказала, вы знаете, Татьяна Васильевна Доронина, она же очень у нас загружена. Она играет, это была, правда, иногда по 30 спектаклей в месяц, поэтому мы решили временно прекратить репетиции вашей пьесы. Но я все понял. Я не спал всю ночь и думал, что делать. И утром я отправился к зданию Министерства культуры СССР. Подъезжали машины, из них выходили какие-то очень важные люди, у меня не было приглашения, но я ждал и появился он. Это был директор театра Ленинского комсомола. Когда он меня увидел, но это был взгляд Гамлета, увидевшего тень своего убиенного отца, он вздрогнул и спросил, а вы что тут делаете? я сказал, меня пригласили. И взяв его под ручку с ним, которого все отлично знали, я и прошел в зал. В зале было полно народу, все ждали и смотрели на дверь. Перед дверью стоял стол и пустой стул. дверь открылась. Она открылась так, наверное, как потревоженная по слухам медведица выбегает после зимней спячки из берлоги. Она выскочила. Я ее с трудом узнал. Это была она, министр культуры Екатерина Алексеевна Фурцева. Она сразу сказала «Колеватов!» Это был директор театра Ленинского комсомола. «Встаньте!» Он встал. Она сказала «Почему по городу развешаны афиши 104 способа любви?» Колеватов молчал. Он не сдал. «Сядьте!» сказала она с большой брезгливостью и обратилась к залу. «Вы знаете», сказала она очень страдая «количество абортов среди несовершеннолетних». В зале была тишина. Никто не знал. «А я знаю», сказала она плачущим голосом, «я знаю!» И в это время в театре имени ленинского комсомола, ленинского, повторила она грозно, идет пьеса про шлюшку, которая шастает по постелям. Директор театра понял по движению, что я что-то хочу сделать, он схватил меня за руку, но было поздно. Я встал и сказал, ничего этого в пьесе нет. Это так же точно, как то, что пьеса называется «104 страницы про любовь». И наступила тишина. Вот я как-то уже рассказывал про это, что вот такой тишины я никогда не слышал. Я думаю, что это была даже не тишина в лесу, это была тишина в космосе. Все сидели в оцепенении. Она смотрела на меня тоже в оцепенении, потому что она, видимо, отвыкла от возможности увидеть человека, который говорит что-то против нее. Поэтому она сбилась и спросила меня, а кто вы такой? Я сказал, я автор пьесы. Она сказала, вы член партии. я ответил гордо, я комсомолец. По залу прошло движение и даже почти смех. Они в это время был какой-то такой, видимо, возрастной ценз авторов. Во всяком случае, авторов комсомольцев в этом зале они не видели. Она совсем, я почувствовал, сбилась и сказала, ну вы сядьте, мы дадим вам слово. В следующем выступал заместитель министра культуры. Ну, я не буду вас обманывать, что он был очень оригинален. Он сказал, что сейчас, когда количество абортов среди несовершеннолетних достигло очень большой цифры, в театре имени ленинского комсомола репетируется пьеса про шлюшку. Я тут же встал и сказал, что ничего этого там нет и вы тоже не читали мою пьесу. Она сказала, я же вам объяснила, мы дадим вам слово, а сейчас сядьте. Я сел и следующим выступал главный редактор газеты, которая называлась «Советская культура». Он ну тоже не был особенно особенным новатором. он сказал, что сейчас, когда количество абортов, и я тут же встал и сказал, а вы тоже не читали пьесу. Она сказала, вы решили сорвать наше заседание, да? Сейчас закончит товарищ выступать и пойдете вы, сказала она грозно. И потом я пошел, убирая от страха. я пошел. Ну, в общем-то, я знал, что она лжет, что она не читала пьесы. И я знал, что написал я совсем не пьесу о шлюшке, а написал я совсем о другом. Я написал очень банальную и очень обычную историю про молодых людей, которые верят эту свободу любви в легкость всех этих любовных отношений до одного мгновения, пока эта любовь, истинная любовь, к ним не приходит. И тогда вот эта вчерашняя поборница свободной любви оказывается просто Тургеневской барышней. А все, что с ними случилось прежде, начинает мстить ревностью, страданиями, и они попадают под эту любовь, как под поезд. Любовь становится бременем. Вот о чем я писал. И я начал это ей рассказывать. Именно ей. И вот в дальнейшем там будет очень много министров культуры мужчин и тухлых министров культуры, потому что их никогда нельзя было ни в чем переубедить. Они вас просто не слушали. А у нее, у нее было огромное преимущество. Она была женщина. И говорят, действительно много любила. Рассказывали, что у нее на руках были следы. Она резала от любви вены. И поэтому, когда я начал говорить о любви, она все поняла. Она повернулась ко мне и говорила, вы только не волнуйтесь после, по-моему, десятой реплики. И наливала из графина мне воду, потому что у меня срывался голос. Когда я закончил, она так обвела глазами зал и сказала каким-то нежным грудным голосом, как нам с вами всем должно быть сейчас стыдно. Я подумал, она скажет сейчас, что мы не читали пьесу. Она сказала лучше, что мы с вами уже не умеем любить. после чего она сказала о важности пьесы об истинной любви сейчас, когда вот такое количество абортов среди несовершеннолетних и так трудно с моралью. После чего она была беспощадна. Она заставила говорить своего заместителя министра. Он вышел и сказал, что тема настоящей любви сейчас, ну, когда количество абортов среди несовершеннолетних так велико, особенно важно и очень хорошо, что в театре имени ленинского комсомола такая пьеса есть. После чего выступал главный редактор советской культуры. Она его заставила, и он тоже говорил об абортах и об важности этой пьесы. Потом я шел и думал для чего это она. Я знал уже тогда все отлично, что Чернышевский сказал страна рабов, все рабы снизу доверху. Хотя я думаю, что он ошибался. Лермонтов сказал точнее страна рабов, страна господ. где каждый господин раб следующего господина. И поэтому они умеют воспитывать своих рабов. Как писал поэт, люди холопского звания сущие псы иногда. Чем тяжелее наказание, тем им милее господа. Это хорошие университеты. Но там было еще что-то другое. Я думаю, что она, женщина, она устала от этого окружения этих трусливых мужчин, чиновников, которые все время старались переложить ответственность на ее плечи, которые трусили в ее присутствии, которые ее предавали. и поэтому, когда у нее была возможность, она их унижала, мстила и делала это беспощадно. Во всяком случае, потом, очень скоро, после нашей второй с ней встречи, я это увижу. И это будет и трагедия, и фарс. Но это случится потом. А тогда я вышел из здания Министерства культуры, со мной вышел директор театра и сказал мне, ну так, я думаю, театров сто завтра будут репетировать вашу пьесу. Он ошибся. Их было сто двадцать. утро тátра и чего в утро Субтитры создавал DimaTorzok